ребята мне пришла волшебная посылка какие-то банки так а что в банках максимально аккуратно распаковываем до ожидал конечно чуть чуть побольше будут это саженцы саженец гранат акдона сорт саженец гранат не разбираю почерк что-то ранний ранний какой-то дальше два саженца азимины это муж мула и два саженца хурмы виргинка и россиянка теперь это все надо срочно высадить укрыть спанбондом укрыть полиэтиленом замульчировать добавить навозиков в лунку полить и нужно делать все за сегодня завтра передают дожди туалет пришло твое время все потому что здесь очень хорошее место что-нибудь посадить я сейчас посажу и туалет там буду разбирать то скорее всего я завалю саженец был туалет нет туалета запах такой земли такой такой свежей земли такой приятный эту штуку я еще подмешаю чуть с навозом перемешаю все это землей и в такой субстрат в лунке буду сажать мои саженцы навоза добавил вот такой хороший субстрат получается теперь до посадки вобью колышки по контуру на которых будет повешен спанбонд и пленка чтобы защитить саженцы от ветра от палящего солнца от заморозков чуть не успел ну как чуть еще где-то час времени мне нужно дождь пошел вот туча тучи идут запада вот там на запад тут туч не видно число тучи вот это какая-то нас задела буду надеяться что дождь сейчас закончится я продолжу нужно обязательно их сегодня пересадить это просто колышки уже не колышки а столбики все колышки все забил 30 колышков таких напилить заточить и забить темата ночь я закончил прибивать спанбонд и укутывать стричь пленкой саженцы вот так это выглядит как же я устал там дальше еще вон все и вон там и там и там круч до горизонта ладно сейчас наступит день все подробнее расскажу начнем с крайнего здесь меня муж мула все саженцы у меня укрыты одинаково натянут спанбонд на 4 кола вбитых потом сверху стричь пленка у нас были идеи с сергеем и стричь пленки сделать теплицу вот посмотрим как стричь пленка ведет себя под солнцем и снаружи еще такие короба замульчированы соломой чтобы снизу не поддувало ну и чуть лучше тепло сохранялось на днях передают небольшой мороз минус 2 по прогнозу но если минус 2 там все и минус 5 может быть надеюсь мышь саженцы эти заморозки переживут следующий саженец здесь вот два саженца вместе на расстоянии друг на друга где-то в пяти метрах тут у меня посажена хурма здесь хурма россиянка здесь виргинская хурма остальные все посадки у меня включая хурму уже лучше защищены от ветра здесь вот кусты такие вокруг пришлось много вырубить сливы всю вырубленную сливу поскладывал вокруг саженцы чтобы всякие куры козы не приходили сюда соседские и ничего есть не топтали не пытались жрать мои саженцы следующие два растения это гранат запада гранат сорта агдона а с востока никитский ранний далее два саженца это азимина сорт прима и еще одна зимина вот в этих кустах вот видно сверху с востока запада защищена сливами из севера тоже южная сторона полностью открыта солнцу по мере роста азимины буду вырубать вот эти ветки сливы что больше давать азимине солнце наверное сделал все возможное чем можно укрыть саженцы от заморозков слышите первый гром к осень число 20 какое-то там марта первая гроза первая туча обожаю такой небольшой просвет к чистому небу здесь сразу такое начинается еще забыл рассказать что у меня вот четыре кола вбито и на 2 на двое из кольев положено доска чтобы пленка не провисала под дождем я сначала этого не сделал в первую ночь пошел дождь у меня все провисло здесь набралось вода а я рассчитывал что я достаточно сильно натянул встреч пленку и не будет провисать ну оказалось что недостаточно все равно встреч пленка провисает поэтому пришлось вот такие доски подложить чтобы сделать небольшой уклон и все дожди уже шли больше ничего мне не провисает вот смотрите это у меня западная сторона здесь посажены гранат вот там вот больше в кустах спрятан чтобы как можно больше деревьев перед ним сидела чтобы меньше ветра туда попадала но все равно вот западная сторона достаточно открыта здесь вроде большие деревья растут но они уже далековато растут надо вот здесь сосны посадить чтобы как можно плотнее были к моей плантации вот этих растений интересных а вот для примера сосны я уже сажал где-то года три-четыре назад может пять лет назад и видно как они вымахали пять шесть семь восемь семи-восьми летние сосны я их сам сажал и вот такую изгородь мне нужно сделать везде на участке чтобы создать такие микрозоны затишье от ветра я пытался это делать лет пять-семь назад но еще не было толком понимания где мне что сажать и в каком количестве и как это все будет выглядеть поэтому мало посадил еще половина высохла но ничего еще жить долго нужно устранять это недоразумение и побольше сосен сажать на участке классно было бы конечно посадить какой-нибудь тис ягодный или туи они прикольные красивые или хотя бы кому-то можжевельник тоже запах классный но саженцев нету в легкой доступности вечно зеленых таких растений есть только сосна поэтому пока буду сажать сосну потом посмотрим сразу большим ковом земли саженцы выкапывал чтобы меньше нарушить корневую систему вот северная сторона моего участка за кустами вон там мой дом просвечивается вот смотрите сенцы елочки все в порядке с ними зиму передимывали прошлое весной они сажались здесь много где-то еще где-то еще вот и они здесь посажены полностью по северной стороне моего участка говоря что елка первые годы очень очень медленно растет ну пускай растет потихонечку вот тут сосны в прошлом году сергеем сажали перезимовали нормально лето пережили палящие вот видно как ним тяжко маленькие иголочки даже такие пустили это прирост за прошлый год корневая система нарушена все же пересадка идеально ты не сделаешь поэтому пока первые годы будет так вот шататься потиху здесь вот везде не сидят это вроде бы кажется южная сторона моего участка и это так и есть южная сторона моего участка они так много не вымахают чтобы дом закрытия света но это не просто южная сторона моего участка это северная сторона до дальнейших посадок чего-нибудь каких персиков там вот сергей хочет там под сотню саженцев в этой весной посадить блин надо больше сосен сажать больше сосен лишние сосны всегда можно вырубить ничего страшного а вот если ты их не посадил тебя их нет у тебя ветруган на участке и плохо все растет даже просто огороды выращивать когда дует сильный ветер тоже не есть хорошо лично зеленая изгородь защита от ветра полезно для всего да и если я засажу вот допустим мой дом да вот здесь западная сторона если засажу ее соснами то при зимних ветрах или просто когда низкие температуры и сильный ветер то дом не будет так сильно охлаждаться потому что ветер будет задерживаться соснами хурма гранат муж мула бананово дерево добро пожаловать в беларусь помидоры посадил рассаду даже света в доме вырубила где-то линию завалило снега вообще метет жестко часть температура еще понижается еще до самой ночи будет снег падать уже нападала сантиметров 10 может там клиновый сок опять начнет течь как-то моя теплица поживает хорошо а сотрите внутри конденсат там типу теплее смотрите сколько снега уже на соснах как там поживает моя азиминушка которая банановое дерево азимина добро пожаловать беларусь это тени африка попривыкали там давайте давайте хурма деточки мои через пару дней уже передают плюс 10 ничего страшного пускай снега хоть посмотрят только посмотрите как метет рассвет температура опустилась до минус 10 минус 10 градусов саженцы моих да не знаю не знаю переживут ли они это конечно я очень сильно сомневаюсь они очень молоденькие ну посмотрим 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 все же это зимостойкие сорта это плюс а минус в том что это еще малыши и сейчас вокруг дома кстати образовались наверное самые большие сосульки которые когда-либо появлялись фишка в том что сегодня днем уже будет плюс 8 и я надеюсь что это последний заморские такие серьезные последние вот возвращение зимы последний аккорд последняя битва прошло где-то пару дней после морозов снег весь растаял возобновилась плюсовая жаркая погода сегодня немножечко пасмурно и прохладно а вот эти два дня предыдущие было очень тепло и что в итоге случилось с моими саженцами азимина одна и вторая вымерзли один гранат вымерз вымерз сорт акдона а другой сорт никитский ранний прекрасно себя чувствует вообще как будто ему по кайфу как будто это родная его стихия в такой дубак расти хурма виргинская хурма россиянка все в порядке с мушмулой тоже все в порядке вымерзли только азимины ну и один гранат что я хочу сказать то плохо я еще куплю азимину но только у другого продавца что случилось вымерзли вымерзли во первых виноват я виноват продавец если бы я был продавцом я бы не продавал такие саженцы и так рано тут два варианта либо продавец это прекрасно понимает но бизнес и ничего личного либо продавец тоже немножечко тупой понятно что я тупой я еще продавцу по телефону сказал что я не очень опытный садоводник и чтобы он мне посоветовал что делать как вырастить как какие меры предпринять чтоб меня эти саженцы сохранились чтоб с ними было все в порядке я их вырастил я сделал все как он сказал это была женщина она и это еще не все я записал разговор по телефону с этой женщиной у которой заказывал саженцы второй половине мая так можно чуть позже попросить позвонить написать вам что вы прислали тогда а если я сейчас высажу то не приеду допустим там в следующей неделе в этой вам надо высадить и тоже сделать шалашик укрыть потому что ночью еще морозы будут да да понял с понпон там будет достаточно укрыть их еще пленкой надо будет хорошо даже до конца апреля чтоб пленка на них была понял понял а вообще такие плодовые растения высаживают в середине мая в середине мая и то это высаживают хорошие саженцы которые одервенели которые ну даже если их назовем годовалыми саженцами которые год но год саженцев это тогда когда если ты посадил его допустим семечку весной проклюнулась все лето оно росло 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 и к осени скинуло листья начало скидать листья пускай и стволик одервенел тогда когда я получил саженцы которым по идее месяца четыре потому что у азимины только два листика или четыре листика сколько там было четыре листика и стволик весь зелененький молочный конечно такое все вымерзнет блин ну блин жалко конечно жалко жалко что люди продают саженцы некомпетентные либо они специально в рамках наживы хотят так делать блин ну и конечно моя тупость это мне урок мой урок что во первых саженцы нечего высаживать никакие саженцы нечего высаживать раньше мая во вторых а что во вторых во вторых ничего нету нету ничего во вторых только во первых не высаживай саженцы в начале мая ты не доверяй продавцам пока сам все это не поймешь не разберешься тебе никто правда не скажет ну все ну все ребят всем пока буду в мае искать другого продавца кто продает саженцы азимины ведь все это дело затеяно было с таких с подобными саженцами ради азимины я хочу добиться чтобы у меня выросла азимина у нас в беларуси уже растет уже плодоносит много кого в открытом грунте я хочу чтобы у меня тоже это было в мае буду искать а в следующем видео покажу как я занялся выращиванием белой смородины все всем пока